здравствуйте а вы знаете кто я я дмитрий трофимов и вы находитесь на моем канале я дмитрий трофимов да сегодня мы поговорим о причине внутреннего критика на то есть откуда берется внутренний критик из-за чего да то есть это же не просто потому что есть люди у которых нет внутреннего критика или они с ним справляется легко потому что он не сильно атакует а у кого-то очень сильный внутренний критикан он атакует постоянно у тебя здесь не получится у тебя Здесь неправильно, бесполезно делать, атакует постоянно критик. И вот давайте разберемся. Причины, откуда берется внутренний критикан, откуда берется внутренний критик. Первое. Это родители в детстве. Ну или родители сейчас. Это означает, что в детстве у человека, который сейчас ярко выраженная критика на самого себя, это говорит о том, что в детстве его постоянно как-то осуждали, критиковали родители. Постоянно. Это может быть из-за оценок в школе, может быть просто так они это делали. И это очень сильно влияет. Это могут быть родители, это могут быть бабушка, дедушка, это может быть старшая сестра, даже младшая сестра, старший брат, неважно. Главное, что это родственники, которые могут влиять. Помимо этого, бывает так, что на ребенка не влияет целенаправленно, да, вот именно на него родитель. А родитель, например, критикует другого родителя. Например, мама критикует папу. И если это постоянно происходит перед глазами ребенка, ребенок это тоже записывает себе в голову. Потому что у него все-таки ассоциативный ряд, да, идет также по отношению к родителям. То есть он воспринимает себя как часть единого целого, да. То есть папа, мама это часть его. Соответственно, если одна часть атакует другую часть, это также ребенку записывается. Вторая причина критики на самого себя, это школа. Не секрет, вы уже знаете, школьное образование может очень сильно повлиять на психику ребенка, а именно на его уверенность в себе. Это могут быть сверстники, которые постоянно тоже критикуют, высмеивают, сравнивают с другими детьми, как вариант. Ну, часто, конечно, это делают в большей степени. Кто? Конечно же, учителя. Например, Аут Вася, там, например, пятерки получает. А ты вот такой безалаберный, до сих пор не можешь даже выучить там что-нибудь. То есть постоянно атакуют, кстати, это могут быть также воспитатели в детском саду, это может быть оттуда. То есть это взрослые, которые воспитывают, либо обучают. Они тоже могут создать внутреннего критика. Третья причина, это когда ребенок в какой-то момент что-то делал, опять же, да, это в детстве, что-то делал, у него не получилось. И, может быть, он даже не делился своими переживаниями с родителями. Он не делился ни с кем. Он это пережил, но, к сожалению, он неправильно это пережил. То есть он столкнулся с какой-то проблемой, у него что-то не получилось, и он сразу уже сдался. Автоматически, как только он это, он же не просто сдается, он же проговаривает про себя что-нибудь. И он запоминает и думает, что бесполезно начинать что-то, у него не получится, это все бесполезно. То есть он столкнулся первый раз в жизни с какой-то вот, какой-то вот сложностью. И вместо того, чтобы рассказать родителям, которые должны его поддержать и сказать, как все-таки сделать правильно, вместо этого он это все пережил внутри себя. Но сделал это неправильно. Вывод у него был неправильный. И, к сожалению, в этом случае внутренний критик только закрепляется. Следующая причина – это масс-медиа. Масс-медиа, что у нас пропагандирует, литирует постоянно, что она говорит. Будь лучшей версией самого себя. Будь идеальным. Картинки постоянно показывают, как есть там успешные люди, успешный успех. Постоянно везде идет бомбардировка. Даже сериал какой-нибудь по неудачникам, где как бы неудачники. Всегда есть какой-то человек, который удачник, и наш мозг это интерпретирует и записывает, потому что он видит, что кто-то классный, и он думает, если вот тот человек классный, у него все так классно получается, значит, я должен так же. Я должен сразу же за первую же неделю прокачаться по словесной импровизации. Все, потому что я супермен, я могу очень быстро себе шнур в голову втыкнуть, и я все сразу буду знать. Следующая причина критикана – это завышенное ожидание и требование. То есть человек, не знаю по каким причинам, то есть опять же причин очень много, и за масс-медиа, может быть, в детстве родители постоянно требовали от ребенка много всего. То есть человек создает очень-таки большие иллюзорные замки, такие ожидания, требования, что должен он сделать, что у него должно это получиться, по чешку пальца легко за 5 секунд, и он стал уже гением. В итоге, когда у него сразу не получается и нужно время, он расстраивается. И от этого, конечно же, тоже проседает. Еще причина внутренней критики бывает, когда у человека недостаточно опыта в самообразовании или в образовании. Что это означает? Это означает, что в образовании, в первую очередь, это терпение и методичное день за днем тренировка, или обучение, запоминание информации. Но человек никогда этим не занимался в школе, его постоянно подпинывали, подталкивали, заставляли, потому что надо. А сам он себя не умеет подпинывать, заставлять и так далее. И системы, как таковой, как нужно правильно обучаться, у него нет. А если нет системы, то он думает, что опять же, через неделю он классно прокачается по базам накообщения, и сразу все станет хорошо, легко. Но не за неделю, а за месяц, а может быть два, а может быть три. То есть индивидуальный подход к нему должен быть. И нужно определенное количество времени. Но человек не знает, как это сделать, что нужно оказываться больше времени, что нужно многократное повторение, что нужно многократное повторение, например, по вечерам, либо днем. То есть у него нет системы обучения, как внедрять эту информацию. Соответственно, он сталкивается с проблемой, у него ничего не получается, и внутренний критикан включается. Следующая причина критики самого себя – это низкая самооценка. Да, внутренний критикан и самооценка – это разное. Но самооценка может влиять на критикана. Он может стать сильнее, потому что, опять же, он ожидает от самого себя, что у него ничего не получается, что он какой-то не такой, что у него есть какие-то проблемы. Это самооценка. Соответственно, это также будет влиять на критикана. Когда у него что-то не получается, по работе не получается, то он же знает, что он какой-то не такой, что он какой-то слабенький, что он какой-то неуверенный в себе. Автоматически критикан становится еще сильнее. Если бы у него была, например, здоровая, нормальная самооценка, то, скорее всего, большая вероятность, что критикан был не такой бы сильный. Я знаю, что самооценка влияет также на внутреннего критика. Еще одна из причин – это плохое настроение, Стабильное плохое настроение или фокус внимания на негативе. Это тоже влияет. Допустим, человек постоянно говорит, вот здесь все плохо, вот здесь все плохо. При этом, может быть, он еще не высыпается. Это тоже, кстати, влияет. То есть у него стабильно плохое настроение, либо из-за физиологических особенностей каких-то проблем, либо из-за психологических. Если плохой человек настроение, то автоматически критикам просыпается, потому что так идет уже на самого себя. И давайте еще такой хороший пример вам. Чем больше вы критикуете мир, тем больше критика будет также и на вас. Очень хорошее такое правило. Соответственно, меньше критикуйте мир, и меньше будет тогда атак критикана на вас. Окей. Ну, надеюсь, вы поняли, какие причины. А бывает внутри нее критика, и со всем этим можно работать. Да, можно работать. Все эти причины можно постепенно убирать. Напоминаю, у меня есть телеграм-чат. Вы можете туда записаться. Там много информации, которая не появляется на моем канале. Там идет какие-то интересные обсуждения. Я делюсь какой-то классной информацией. Записывайтесь туда. Помимо этого, у меня есть ВКонтакте, моя личная страница. Там я веду свои индивидуальные консультации. У меня есть паблик, где есть индивидуальные консультации и индивидуальные практики. Помимо этого, вы можете у меня Facebook посмотреть и Instagram посмотреть. Возможно ли победить внутреннего критика? Я считаю, что да. Это возможно. Но чтобы победить внутреннего критика, это нужно в первую очередь все-таки правильно обучаться. Или правильно внедрять информацию, либо правильно действовать. Если вы знаете, что, например, вот там руками вы будете двигать так, и благодаря этому вы не утонете в воде, соответственно, критика внутреннего у вас не будет. Понимание, да, осознание, озарение, все это очень хорошо влияет на критика на. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!